Друзья, приветствую! В этом видео хочу показать вам несколько элементов, которые вы можете использовать в качестве украшения во время вашей игры на гитаре. Их можно сравнить со специями, которые можно добавить в вкусно приготовленное блюдо. Но для того, чтобы придать дополнительного аромата и вкуса, необходимо, чтобы само блюдо было приготовлено качественно. Поэтому, прежде чем интегрировать те элементы, которых мы с вами будем играть, в ту композицию, в которую вы решите их внедрить, необходимо, чтобы сама мелодия уже была у вас отработана. Хорошо, мы начинаем сейчас наш такой видео урок. И в качестве примера давайте возьмем не сильно сложную композицию. Она известна под названием «Гимн восходящего солнца». Для начала я разочек наиграю ее уже с некоторыми нюансами, с некоторыми штрихами, мелизмами. А потом сыграю просто, как она написана в нотах, для того, чтобы у вас была возможность сравнить звучание оригинальное и звучание уже, скажем так, тюнингованное. Мы не будем перегружать ее украшениями, немножко всего лишь добавим, как специи. Как-то так, каким-то таким образом. Теперь для того, чтобы у нас было с чем сравнить, я сыграю эту же самую композицию, только без элементов украшения, так как она написана в нотах. Голые восьмушки, скажем так, стоковая прошивка. Видите, мелодия узнается, но на слух воспринимается очень плоско такое впечатление, как будто бы играет ученик, то есть ученический вариант. Поэтому, добавляя немножечко украшений, вы можете прослушать первый вариант. Вы сможете мелодию обогатить звучание ее, немножечко добавить такой остринки, как мы с вами вначале приводили сравнение специй. Хорошо, я сейчас последовательно покажу несколько элементов, которые я использовал, и вы смело можете их внедрять в ваш способ или ваш стиль игры на гитаре. Первый прием, это такой легкий форшлаг, мелизм, когда мы делаем короткое восходящее легато, это даже глиссанда полностью не назовешь, просто форшлаг. Щипаем струну на одном ладу и сразу же переводим палец, передвигаем вот так, не отпуская струну на следующий лад. Так, можно сыграть так, а можно или или. Видите, уже добавляются такие призвуки, которые придают оригинальности звучанию композиции. Значит, первый прием, это форшлаг, короткий такой. Второй вариант, который мы здесь используем, это такое восходящее легато, тоже это форшлаг, но он несколько отличается, потому что мы щипаем открытую струну, а потом пальчиком, как молоточком, так, или пальцем, как молотком, если вам так удобнее, шлепаем по струне. Вот мы щипаем открытую струну и сразу же пальцем ударяем по тому ладу, который нам необходимо сыграть. Следующий элемент, который мы здесь с вами использовали, это уже такое короткое глиссанда, потому что форшлагом его не назовешь, это не короткий такой элемент. А вот мы проводим несколько ладов, как бы проезжая по всем ладовым порожкам и останавливаясь на том, на котором нам необходимо задержаться для того, чтобы эта нота прозвучала в качестве основной. Вот когда мы на ре мажор приходим, мы не просто эту ноту ре щипаем, а вот можно так сыграть, а можно уже есть определенный такой нюанс. Вот, и здесь мы тоже использовали такой вот элемент игры, форшлаг такой, когда мы открытую щипаем первую и зажимаем на втором ладу для того, чтобы подчеркнуть, что это у нас нота фа диез, вот в ре мажоре. Потом еще для того, чтобы добавить некоторую изюминку, можно использовать то, что называется синкопа. Вы смещаете сильную долю на предыдущую слабую долю и начинаете играть, как будто бы немножечко загодя. Вот знаете, как выскочка бывает в классе раньше времени, учитель еще вопрос не до конца формул, а он уже тянется ответить или уже отвечает, не подняв руку. Вот то же самое с этими нотами синкопированиями. Можно сыграть вот на сильную долю. Вот так ровненько все. А можно... Слышите, да? Нота вот мелодическая, она как будто бы немножечко раньше, чем бас звучит, там на микросекунды, и за счет этого создается вот этот вот элемент синкопированный. Следующий еще штрих, который мы здесь с вами использовали, это... Можно сыграть вот этот нюанс, я сейчас этот фрагмент сыграю таким образом... А можно... Вот эти вот короткая секунда, когда мы обыгрываем, как будто бы назад вернулись и сразу же на следующую ноточку опять возвратились, она тоже придает определенную специфику. Дальше мы можем некоторые фрагменты обыграть не просто... По отдельности вот это мы обыграем ми-мажорный... Е-сус-4. Вот аккорд, ми-мажор, но с нотой ля. Можно так сыграть... А можно расширить, и гармония будет, когда у нас более наполнена, соответственно, объемнее звук будет и приятнее будет на слух ложиться. Вот смотрите... Мы зажали целиком аккорд и не просто сыграли по одной струне, а сразу вот здесь три струны, еще три струны и еще три струны. Звучание намного более серьезное такое, солидное. И чтобы немножечко разбавить вот эту вот мощь, мы еще добавляем элемент, который называется флажолет. Это натуральный флажолет у нас на двенадцатом ладу, и вот посмотрите, можно так сыграть... Или... А здесь можно еще добавить разгиада... И флажолеты. Вот у нас прибавилось уже объема. И снова возвращаемся у нас там, похоже, как в начале фраза идет... Вот, еще что можно, кстати, добавить... Вибрацию. Можно сыграть так... Вот просто ровненько. А можно... Мы здесь сделали и глиссанда, и еще вибрацию добавили. Еще можно добавить фирмато, то есть... Затянуть какую-то ноточку или интервал, для того, чтобы создать ощущение следующей ноты... Вот такое предвосхищение. Вот. А о восходящем мы с вами таком элементе глиссанда говорили, есть еще и нисходящее. То есть мы не сверху вниз едем, а... Не снизу вверх, точнее, а сверху вниз. Хорошо, я думаю, что основные моменты мы с вами обсудили, и ваша задача просто их отрепетировать и внедрить в свою практику. Если такого формата видео, уроки вам приходятся по душе, нравятся, обязательно ставьте лайки, и я буду думать о том, чтобы время от времени их записывать. Если еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, буду благодарен за лайки, за комментарии под этим видео. Всего доброго, увидимся в ближайших видео. Счастливо!